Добрый день! Еще раз, уважаемые зрители, продолжаем прямую трансляцию с 4-го чемпионата мира по мосрестлингу в городе Якутске. Сегодня у нас второй день ревнований. В весовой категории до 60 килограммов. Ждем. Показывает повтор схватки спортсмена из Кыргызстана. Со счетом 1-0 Токтышев выигрывает пока Пакистан Сашираза. Это третий круг. Группа А. Спортсмены, которые выигрывают за борьбу за первое и второе место. Опа! Опа! Чуть было пакистанец не наказал Кыргызстан, но спортсмены из Кыргызстана успел и держался. Не потерял 5-11. И со счетом 2-0 выигрывает очередную схватку. Повтор смотрим. Вот, 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 чуть было тут не наказал, вот видите. Но многоопытный. Так тоже все-таки успел. И упал. Успел вот. Очень интересно. Наш Дмитрий Савин. Свободный в этом круге, в группе А. Да, это уже третий круг, да, в группе А. И сейчас Савин Дмитрий, я так понимаю, вышел в финал и встретился с Бекмурзой Токтышевым из Кыргызстана. Я думаю, что Токтышевым встречается уже в финале Дмитрий Савин. Да, весователи более до 65 килограммов. У нас известны имена финалистов. Это, еще раз скажем, да? Да. Токтышев Бекмураз из Кыргызстана. Бекмурза Токтышев из Кыргызстана. И Дмитрий Савин, Россия. Я так понимаю, лишь раз, либо он уже бронзовый призер, да, либо бороться будет за бронзу. Да, вот, с эсперанцем, да? Да, скорее всего, эсперанцем будет бороться. Ну, посмотрим, да, по ходу соревнований. Но имена финалистов у нас в этом весе уже известны. Весят до 65 килограммов. Так, спортсмены до 90 килограммов идут. Да, это группа Б. Группа Б. Но уже в такие поздние стадии, они близки тоже к бронзовым медалям. 90 килограммов. Ждем мы Павла Черноградского. У него должна была, наверное, остаться одна схватка, да? Да. Эржан Улу Акалбек в Кыргызстан и Ильяс Кадыров в Узбекистан. Акалбек из Кыргызстана вырывает. Ну, скажем, более спокойно, да? Да, уверен в своей силах, да, очень уверенно он ведет свои поединки. В первой же встрече он попал на Павла Черноградского, поэтому сразу же попал в группу Б. И здесь он пока не знает себе равных. Идет за бронзовую медаль, ведет борьбу за бронзовую медаль. Ну да, вот видите, уже на классе носили. Хотя узбекские спортсмены уже внушительные. Кадыров. Да, кстати, Кадыров является сыном, я так понимаю, ответственного федерации масс-рестлинга в Узбекистане. И тоже является одним из ярых пропагандистов масс-рестлинга. Ну, 2-0, очень уверенная победа спортсмены из Кыргызстана. Да, спортсмены из Кыргызстана делают заявку на бронзовую медаль. Это уже серьезно, тут осталось... Наверное, одна только, да, схватка уже за бронзовую медаль. Осталось мало схваток. Хотя в этом весе 15 спортсменов. Один из многочисленных весовых категорий на сегодняшний день будет, да. Обычно бывает маленьких весовых категорий. Самое большое количество участников, да? Участников соревнования, но тут 90 килограммов, да. Ну, показывает Семен Ануфриева. Пока без поражений, да, Семен Ануфриев идет. И здесь тоже очень уверенно выигрывает свой поединок до 65 килограммов, да? Нет, до 70 килограммов. Так, дальше идем. 105. До 70, до 90 килограммов у нас группа Б. Два Монголы. Два спортсменов из Монголии будет выяснять, кто из них будет дальше идти за бронзовую медаль. Лхак-2-сурен и Сухба-тар. Любопытно можно посмотреть. И снова атакует сейчас. С первым номером работает уже Лхак-2-сурен. Нет, он входит в защиту, да, сейчас. И, да, сейчас втяки вырывает палку Сухба-тар. Ну, у Сухба-тар была микротрава, видите, еще до сих пор борется, вот видите, как. Я думал, сейчас он это не выйдет. Нет, он упорно еще выиграл у своего друга по команде. Да, но, видимо, чувствует в себе силы, что он может продолжить, да? Это очень бывает некомфортно, когда даже вот такая микротравма на таких соревнованиях. Видите, как защитился, потом атакует и вырывает победу. Чувствуется напряжение, в лице написано, но не хочет отдать борьбу. Не хочет отдать палку. Да, сейчас спортсмен из красного угла, Лхак-2-сурену, надо будет атаковать уже первым номером результат. Ему сейчас точно нельзя. Что случилось? Так, что-то о суде. Да, не понравилось, что Хак-2-сурен. Да, главный судья. По моста Пётр Валентинович что-то показывает. Писовая категория до 75, да, килограмм? А, до 80 или? Да. По 75 килограммов Семену Ануфриев. Вторая схватка. Первую схватку выиграл. Для Семена Ануфриева это тоже первый опыт участия на международном турнире, на соревнованиях международного ранга. Надо отметить, да, он гиблип в чемпионате мира. Да, чемпион России и Республики этого года. И вот сразу на чемпионате мира. Для него, конечно, волнительно тоже сейчас выступать. Писовая категория до 70 килограммов. Но пока он идет без паразитов. Спорный момент. Соперник все время крутил. Пакистанец. И... Судьи отдали. Отдали. Два предупреждения, да, говорят? Да, два предупреждения отдали. Но сейчас посмотрим, пока очко не дают. 13 спортсменов в весовой категории до 75 килограммов было. Так что там конкуринция тоже высокая. Мы возвращаемся до 90 килограммов. Один Кадыров ведет. Один-один счет, да? Угу. Счет один-один. Сейчас. Польцу... Спортсмены из Монголии, да, из Каратори представляет красный угол. Ну, травма дает о себе знать, мне кажется. Хотя, видите, он атаковал, но все-таки дискомфорт чувствуется. Да, видимо, действительно, травма тоже мешает, конечно, да. При предвижении уже что-то чувствуется. Но старт, со старту атакующую палку на свою сторону взял спортсмен из синего угла. Счет пока один-один. Спортсмены из Монголии. Ланхун-Сарен и Сухобатор. Ланхун-Сарен. Более, скажем, предпочтительные. Так как уже Сухобатор чувствуется. Травма ноги не дает. Ну, посмотрим. Характер показывает. Сухобатор. Сухобатор. Очень хорошо. Да, сейчас уверенно забрал третий раунд. Не стал ничего ждать при движении, ничего. Начал уже со старта атаковать. Поздравляем с сложной победой. Прямо на характер скажем. Смотрим на повторе. Ну, тут все видно, все сказано. Два атлета из Монголии, да, спаривали право пройти дальше за путевки за бронзовую медаль. Это группа Б. Мы ждем уже спортсменов, которые в скором времени будут за золотые медали бороться. Ну, а сейчас Аттила Китанович снова на помосте и его соперник из Ирана Аль-Тахими. Продолжает борьбу за третье место. Ну, видимо, один из них также выйдет в бронзовый финал и будет бороться с представителем Монголии, если я не ошибаюсь. Они уже должны были быть близко. Это уже третий, по-моему, круг, да? Третий круг, ага. Третий уже круг. У Китанович тут предпочтительнее. Чувствуется, контролирует соперника. И очень уверенно забирает первую попытку. Сунхабатору будет тяжело против Китановича. Если Китанович выйдет, то посмотрим. Это борьба. Это Масреслин. Тут все может быть. На повторе спокойно видно, да? Вот. Сразу со старта. И при этом чуть-чуть приподнимает соперник. Тем самым уже опору, выбивает опору у соперника. Соперник не может ничего не делать. А уже вытягивается и идет за палки. Китановичу секундурит, секундурит Оливер. Вчерашний серебряный призер. Оливер Курик, который призер чемпионата мира. В весовой категории до 80 килограммов. Реклама. Так, второй круг. В словах сил. В старте сил как-то. Больше боком, не прямо. Хочется, что такое движение. То же самое, что и было, правда. Со счетом 2-0 уверенную победу одерживает Аттила Кетанович, Словакия. А, да, и какая-то спорная ситуация была у Семена Ануфриева. Ждет он решения судей. Мне кажется, там судьи отдали победу Семену, но соперник из Пакистана все время скручивал, делал газ, скручивал. Сейчас тренера из Пакистана в порною будет протез, и идет разборка этой ситуации. Селестин Стефанос, Гаити, и Мухаммад Ибрагим Баик, Пакистан, 90 килограммов. Это группа... Группа Б, да? Последняя, наверное, схватка в группе Б. Группа Б, последняя схватка. Последняя схватка в группе Б, третий круг. Баик... Ну, Баик, наверное, тут будет предпочтительная, показывал хорошую борьбу. Гаитянин более-менее. Но он выиграл там одну борьбу. Если он в третьем круге, то у него одна победа есть уже. Да, один раз проиграл и один раз выиграл. То же самое, конечно, его соперник тоже в группе Б. Третий круг. И третий их поединок за утреннюю программу. Спокойно забирает палку Баик. Ну, ожидаемо, скажем так. Да. Ожидаемо. Баик... Уверенно так. На классе выиграл первую схватку. Посмотрим, посмотрим. Повторим. Смотреть класс. Ну, и делать чуточку шаг в сторону. Передвижение. Выполняя тягу. Соперя не успел просто. Да. И тут есть один нюанс. Когда выиграешь первую такую спокойно, да, ну, видишь, чувствуешь соперника, что соперник как слабый или какой-то. Чувствуешь. И второй уже сейчас посмотрите. Паик уже покажет. Он уже почувствовал. Ну, скажем так, грубо, да, Гаитятина уже чувствует жертвой. Вот сейчас. Вот видите. Уже первую схватку уже было показано, что и вторая будет такая же. Это у Масрестленка есть такая. Чувство соперника. Да, очень спокойно забирает победу в этом поединке спортсмен из Пакистана. Масрестлер. И продолжает борьбу за бронзовые медали. Да, делает заявку. Да, мы сейчас ждем на помосте Павла Черноградского. Его соперником будет атлет из Египта. Абдулла, Абдельхалим и Мат. Ну, и Павел Черноградский, конечно, будет близок к победе. Ну, а тем временем Семен Ануфрев все-таки выйдет, да, я так понимаю, на помост. Вот он. Вот он, да. Да, он выиграл все-таки, да. 1-0 был счет. Был протест, видимо, удовлетворен. Но все же спокойно забирает и второй. Вторую попытку Семена Ануфрев. Семен Ануфрев 2-0 выигрывает свою встречу. Ну, и Павел Черноградский и Николай Константинов на пути к очередному золоту чемпионата мира. Четвертое золото будет у Павла Черноградского, если он выиграет в этом году. И останется он в роли рекордсмена по золотым медалям. Больше ни у кого не будет четырех золотых медалей. Но пока Дмитрий Попов накануне также выиграл третье золото чемпионата мира. И сравнялся с Павлом. Палку ровно-ровно. Палку ровно на очередине. О, египтянин хочет в сторону идти, но не получится, наверное. Павел контролирует. Да, Павел контролирует. Со старта сразу. Тут надо будет очень внимательным, да. Как тут команда звучит? Че я ездил? Египтянин даже не успел среагировать. Может даже не услышал команду египтянин. Но движение руки судьи было видно, видите. После движения руки Павел уже сделал старт. Так что тут спора нет. И тут словесная команда, и двигательный. Поэтому надо будет очень внимательным египтянину смотреть за движением судьи. И обязательно за голосом тоже. Ну, против Павла Черноградского это сложно делать. Очень спокойно, уверенная победа Павла. Выполняет технический прием стойка. Да, и выходит в финал, да, Павел? В финал. Поздравляем Павла с выходом в финал. И его соперника мы узнаем уже в следующем поединке. Руслан Бек, Улу Чернебек из Кыргызстана или Мухаммад Алам из Пакистана. Его соперник определится уже сейчас. Мы с вами увидим. Ну, а Павел Черноградский все свои поединки очень уверенно выиграл со счетом 2-0. Да, действительно 2-0. У всех выиграл со счетом 2-0. Показывая высокий класс, мастерство, опыт. Мастер спорта международного класса. Ну, и самый титулованный, да, в данное время спортсмен. Именно на чемпионатах мира. И уходит спортсмен Экхиристана, Руслан Бек, Улу Чернебек. И то, что мы говорили, да, Степана, Кыргызстан, Пакистан. Да, конечно, Россия, а потом уже, да, Кыргызстан и Пакистан. И тут Кыргызстан, Пакистан, противостояние. Ну, кто же сейчас? Мухаммад Алам или Чернебек? Руслан Бек, Улу. Тоже очень интересная схватка будет. Надеюсь, что это... Посмотрим. Алам без поражения идет. Но оба идут без поражения, да? Да, Чернебек тоже без поражения идут. Это полуфинал в этой весовой категории. За выход в золотой финал. Очень интересно начиналась схватка, но вырывает сразу. Уже на второй секунде Чернебек и 1-0. Очень интересно тоже технический прием показал. Да, сейчас мы на повторе, да? Повторим, посмотрим-ка. Очень, да. Вот уже... Вроде старт был равный, да? Вот. Вот, наклон в сторону. И... Вот, видишь, уже... На разрыв пальцев кисти рук. Вот этим он делает. И вот, видите, как развивает уже. Не на полностью тело, на силу соперника, а вот только на части кисти рук. На слабое, скажем так, звено. Конкретная работа, да? Да, конкретно уже направлен на кисти рук. Чернебек. Ну, чувствуется уже... И соперники друг друга изучают. Какие уже с таким-то таким вот домашней заготовкой выходят. Да, кстати. Очень хорошо сейчас провел так и Чернебек. Красиво. Сейчас посмотрим, что сделает Адам. Алам. Технически хорошо оснащен. Алам, 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 Алам. Ну-ка, Алам, давай. Алам. Давай, Алам. Ага. Работает уже на тягу, конечно. Алам. Ну, Чернебек выдерживает. Чернебек защищается, выдерживает. Ага. Вот. И вырывает. Нет? Да, вырывает. Все-таки, да. Чернебек. Тут можно сказать, это обратно уж низкий сделал. Ага. Ай, елки. Чернебек. Очень такой зрелищный взял, да. Технично, зрелищно. Да, сейчас повтор надо будет обязательно посмотреть. Очень красивая сейчас схватка получилась двух спортсменов. И Чернебек в финале. Да, Чернебек в финале. И встретится с Павлом Черноградским за золотую медаль. Весит до 90 килограммов. Очень рад, конечно, да. Минимум, минимум уже серебро есть. Хотя счет такой 2-0, но... С вами посмотрим. Вот сейчас Алам начнет атаковать. И тут возможность была у Алама. И вот правой рукой Чернебек сейчас начнет работу. Разрыв кисти рук соперника. Чуть не хватило, может быть, здесь именно технической оснащенности у Алана. Да, тут можно было уже чуть-чуть по другому уже, под другим углом атаковать. Или там, опять же, работать на кисти рук соперника. Потому что он был в защите, да. И инициатива была у спортсмены синего угла. Да, у Алама была нещетива, да. Но он все-таки и воспользоваться не смог. И, во-первых, конечно, защитился хорошо Чернебек. Но и в свою очередь в контратаке обратно Ушницкий, да, вот сказали. Обратно Ушницкий, ага. Сделал и разорвал. Захват, да. И следующая пара девушки у нас выходит. Интересно, какая весовая категория. Интересный головной убор у спортсменки. Это весовая категория. 65 килограммов. До 65 килограммов, да. И Нараяна Трофимова против спортсменки из Пакистана, да. Амани Хан. Наташа Амани Хан, да. Нараяна Трофимова, уроженка Амгинского Улуса, является воспитанницей именитого Анатолия Анатольевича Баишева. Трехкратная чемпионка Республики Саха-Якутия 19-го, 20-го, 21-го годов. И те же годы она становится чемпионкой России. Ну и первый опыт, конечно, на чемпионате мира. Райана Трофимова, безусловный лидер этого веса. И уверенная победа в первой попытке вырывает палку у соперницы из Пакистана. Это четвертый круг. В весовой категории до 65 килограммов. Уже за выход в финал, да, или там по круговой, да, системе? Ну, да. По-моему, получается, круглая система идет, ага. Да, и 2-0 Нараяна Трофимова. Воспитанница именитого легендарного спортсмена Анатолия Анатольевича Баишева. Амгинский Улус, Республика Саха-Якутия. Трехкратная чемпионка России. Ну, со старта идет, да, со старта вырывает палку Нараяна Трофимова. Тем самым одерживает очередную победу в этой схватке со счетом 2-0. Трехкратная чемпионка России. Да, мы все ближе к перерыву, да, а потом уже в 14.00 у нас начнутся полуфиналы и финалы. Ну, в основном, наверное, уже мы увидим, да, финалы за бронзовые и финальные поединки за Алтуми, да. 1-0. Да, стартового протокола у нас, извиняюсь, здесь нет. 1-0 синий угол. Спортсмены из Пакистана, да? Спортсмены из Пакистана, да. Пакистанцы очень уверенную борьбу показывают. Я знаю. Вот атакует гептянец. Пакистанец, извиняюсь. Я так уверенную победу одержу. Ну и титров у нас тоже нет, так что посмотрим за этим поединком. Пакистанец и спортсмен. Атака очень уверенная. Да. Но выдерживает пока этот натиск, да, соперник. Пакистанец со счетом 2-0 выигрывает. Схватка была нелегкая, скажем, за второй круг. Да, кстати, арбитр Василий Андросов, тоже именитый масс-рестлер, да. Чемпион мира. Чемпион мира и обладатель всех наградных. Кубка мира. И чемпионатов России, Республики. Многолетний лидер тоже в своем весе был. Но и сейчас работает в качестве арбитра. Воспитанник кафедры масс-рестлинга национальных видов спорта. Ваш студент. Наш, да. Выпускник, тренер Кудрин Егор Петрович. Это весовая категория до 90 килограммов, да? Затур Петрович. Алик. Затур Петрович. Затур Петрович. аллах мухаммад выиграл сладко нет это ауранг шах был да и выиграл он спортсмены из анголы я так понял да так выходит спортсмены до 90 килограммов до 90 вот до нас то ирзан улу а кубик из кыргызстана и его соперник из монголии да будет суббота да вот вот он бояр суббота ну а это спортсмен из монголии эрзан улу а кубик вот спортсмен которого была травма но видимо неплохо он себя чувствует сильно вроде не хромает до предыдущей схватки он такой до прихрамывал до медицинскую помощь оказали сейчас он до небольшая видимо травма была дамик равна микротрамму сейчас посмотрим да вы показывают очень хорошую такую силовую манеру ведения борьбы особенно киргизский спортсмен то есть у холмата тоже идет борьба за захват за центр за вырывает палку околбек спортсмен из монголии выдержал до начиск первый начиск выдержал потом уже околбек уже взял сейчас вы смотрите удерживает удерживает защищается но дальше уже околбек не дает возможности держать палку и вырывает и тем самым один ноль делает эта встреча но все-таки чувствуется мне кажется чувствуется да вот эта самая микротравма все-таки дает особенно хотя что он готов к сражениям схватки борьбе так судья требует центра спорта спокойно выигрывает со счетом 2-0 спортсмен из кальгастана джану околбек и да и делает большой шаг сторону бронзовой медали повтор посмотрим повтор посмотрим спокойно ну вот ведь вот видим вот если посмотреть то вот сейчас нога такая уже травмированная нога не вот не дает покоя все таки дает но спортсмен показывает характер и на характер все таки вот эти мимо средствами тоже очень зрелище отела китанович выходит словакия и против выходим боек пакистан идет борьба за третье место пакистанец синего гра угла словак хотим и питание красного пакистанец защитный такой стиль выбирает тактику питание атакующий питание атакует пакистанец держит боек держит пакистанец держит так китанович тоже смотрит ждет ошибку соперника тоже четвертый да круг получается на 4 категория ждет оба ждут оба ждут у кого бы окажется выносливы кто выносливы да но сейчас надо пошла борьба за выносливость терпение и у китановича у Артилла Китановича не удерживает пальцы да вот туда мы пакистанец смотрите боек вырывает первую палку 1 0 пользу пакистанца но атакует китанович во второй попытке должен себя показать да уже мотивация у него будет серьезно да ну и вроде начинал тоже неплохо начнут он хорошо вот и тут он пошел уже на удержание люди задумал что мне кажется он уже хотел не получилось хотела кто быстрее встанет а устал он сам быстрее да тут уже по такому серьезном положении оказался теле китаныч пакистанец урожай может выиграть вот делают массаж обязательно надо сделать массаж чтобы молочная кислота все это ушло быстро быстро растворилась мышцы расслабились не напряглись а сейчас посмотрим какую тактику уберет аттилла китанович ну по их вы защищаться не думал браке ухом от боек хорошо себя показал да вот на этих поединках группе b пока же поражения нету и до 20 так апелляция идет стартовому свист куда видимо он говорит что когда уже при команде белем да готовьтесь уже была проведена атака мне кажется вполне правомерно да вот даже по руке арбитра здесь даже без звука сейчас слышно что вот он говорит да вот по сначала он был показывает что надо вода и когда только начал поднимать руку да уже пошел в атаку боек и вырывает палку и сразу же смотрит на арбитра а тела китана и что вот не понимает он почему еще ищет выхода ну надо вот тут но мне кажется здесь до повторно будет проведена схватка при счете 1-0 вполне вероятно это да ну может ошибаюсь посмотрим сейчас арбитры решат какое решение примет да тут надо отметить судейство да судейство работает достаточно на высоком уровне таких больших споров нету международных федераций масс-рестлинга судей судей из разных стран с 3 сидоров тоже опытнейший арбитр эксперт да сейчас видимо он до решает там судьбу вот этого челленджа конди спорили до решение судьи свое время в андре сидоров был тоже с очень сильным таким спортсменом масс-рестлером он знает посредством изнутри организатор хороший ну движение судей было да было тут посмотрим наш взгляд субъективный пакистанцы ждут боих ждет пакистанцы очень дисциплинированно не давит на судей ждут решения судей но со стороны от тела там были представители подходили немного разговаривали с арбитрами ну тут из опыта тренинг я бы хотел бы отели кита на все тактически надо было уже в первом он проиграл 1 0 до ждал а вот на втором не надо было ждать надо было ему атаковать хотели а у нас получился на ворот бои к такого судья покажутся супер будет просмотр видеозаписи кубик возвратили обратно так какое-то решение кажется есть решение рефери вышел на помост спорный предупреждение пакистанцу далее хотела китанович был прав со счетом 1 0 4 круг весовой категории до 90 килограммов ведет спортсмен из пакистана байк центр центр команда же есть питанович атакует и не выдерживает отелоки танюш со счетом 2 0 с одним предупреждением победу одерживает спортсмен из пакистана байк и делает серьезную заявку за бронзовую медаль нашего чемпионата мира смотрим сейчас китанович атакует на остатки не прозревал но тут уже потеряв равновесие не смог ничего противостоять пакистан ну и тут удар был судья тут правильно все сделал выставил палку за опорную ложку вот уже ждать уже победный жест победный жест бои до мы уже это видели несколько раз да вот тоже будет очень интересная такая динамичная борьба египтян и немат и пакистан алам равные по силе по классу соперники скажем так очень хорошую такой технику показал и снова победа близка к пакистанскому спортсмену пакистанскому спортсмену да они все ближе медалям чемпионата мира сделать шаг в левую сторону не теряя тягу тяга 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 и делать в сторону шаг и вот равновесие потеряв египтянин ничего не смог рано радоваться это 1 0 на счет пока 1 0 но видимо уверен в себе но почувствовал до соперника почувствовал соперника мы посмотрим египтянин такой про и такой рост египтянин и мат ну-ка атакует неплохо сейчас главное чтобы не упал что главное не чтобы угол но и вытягивайся таки алам алам был прав но фирменный жест уже можно сказать да это бьет себя по ведру и это почти пакистанский фирмен уже сборной команды пакистан зрители тюкло приветствует после меня из пакистана это действительно зрелищного но 2 2 попытка была очень зрелищный да очень хорошо атаковал спортсмен из индии не смог вот этот инициативу держать дальше уже пакистанс начал развивать свою свою силу но и тяга хорошая неплохая до вырывает палку и много эмоций но это путь к бронзовой медали реально так хватка за весовой категории до 70 килограммов валерий никоноров валерий никоноров да валерий никоноров это весовая категория до 70 килограммов еще один дебют дебютант мирового помоста 23 года родом из мегина кангаласского улуса его отец николай антонович никоноров также был известнейшим масс-рестлером нашей республики ну и его сын чемпион россии вот 22 года и вошел в состав сборной россии валерий атакует и ну прекрасно провел да соперник уходит за по мост скажем за опорные доски упирается по руками уже в этом положении уже конечно победа дают нашему саппет нашему спортсмену соперник то у него непростой киргизстанец амуралиев бекхан бекжан амуралиев да киргизстанец бекжан айтбаев айтбаев оказывает нет это это 70 айтбаев да вы смотрите другой айтбаев протокол здесь да 70 килограммов айтбаев киргизстан и 1-0 1-0 1-0 Валера Никоноров ага Валера держит это уже четвертый круг борьба за выход в финал Валера атакует Валера атакует молодец Валера выход в финал Валерия поздравляем с выходом в финал тоже из династии мажины масс-рестлеров Валерий Никоноров выходит в финал весовой категории до 70 килограммов Молодой еще совсем спортсмен, 23 года. Выпустили в институте физико-культуры воспитанник кафедры масс-рестлинга и национального вида спорта. С гордостью говорим. Да, конечно, конечно. Тренер Кудрин Егор Петрович. Несколько его воспитанников уже, по-моему, да. Выходят в финалы на помосты, да, Егора Петровича. Посмотрим, вот, как хорошо ведет Валера. Умного, тактично смотрит, все время контролирует. И вот, когда он потерял уже координацию, уже начал уже работать. Все время тянет, все время тянет. Тяготил все время и смотрит, смотрит, смотрит. Вот так вот. Ну и позволился ведь тоже немного эмоций выразить. Конечно, рад, что вышел в финал. Ну и тоже принципиальный соперник из Кыргызстана. Сильнейшая команда. Это действительно. Конечно, рад. Выиграл одного из основных соперников. Так, из синий угол выходит. Это уже, наверное, до 75, да, килограммов? Да, до 75 килограммов. Да, иранец Сиет Мохаммад Лиза Чаши и спортсмен из Венгрии Андрос Янус Палда. Ну, Иран и Венгрия, мне кажется, все правильно, да. До 75 килограммов. Это группа «Б» в весовой категории до 75 килограммов. Вырывает палку спортсмен из Венгрии. Очень уверенно. Янус Пал. Янус Пал. И, конечно, серьезная тоже заявка на победу в общем зачете. Ему помогает вот как раз Тамаш, да? Тамаш Дели. Да, Дели, которого мы вчера видели. К сожалению, он в призы не попал, но показал очень хорошие схватки. Был одним из, наверное, героев тоже первого дня соревнований. Один из самых возрастных спортсменов. Но показал очень хорошие поединки, конкурентные поединки. Ну и сейчас выступает в роли тренера для своих воспитанников. Посмотрим. Вторая попытка. Да, 1-0 в пользу Венгра. Мохаммед Реза сейчас уже должен более ответственно подойти к старту, наверное, прежде всего. Потому что очень быстро отдал первую палку. Да, и за бронзу сейчас должен... Чтобы... Кто-то продолжит, да. Да, чтобы продолжить борьбу, он должен выиграть. Да, и все так же уверенно вырывает палку. Пал, но... Видимо, рано начал, да, так вот? Да, пал. Венгра Пал. Подходящая у него фамилия для... А, действительно. Мастер Резлинга. Янос Пал. Палку выиграл Венгер Пал. Да. Можно так громко. Так, что такое? Тут медицинская помощь. А, да. Да. Так, ну, там, где остается кровь от руки спортсменов. Да, от мозоли, да, видимо. Разрыв мозоли получается. Уже судьи меняют и заставляют, переносит новую палку. Это по правилам Международной Федерации Мастер Резлинга. Ну, и сейчас спортсмен Незерана получает медицинскую помощь. Как раз руки его сейчас... Накладку сейчас делают на мозоли и сможет он продолжить. Ну, Венгер Пал уверен в своей возможности, в своей силе. Своим тренером осуждают спокойно. Ждет своего соперника. Такой могучий такой. Руки. Разбитые мышцы. Ну, да. Чтобы не от стыд, делает упражнение. Судья обращается и говорит, что вы слушали команду и по команде делали старт. Обязательно это, конечно, надо внимательно быть очень внимательным спортсменом. Если ты не скондентирован, не слушаешь, то можешь очень потерять. Самое тут, одним из важных качеств этого является Мастер Резлинга, это принятие старта. Хороший старт, это тоже одна из основ победы. Если не сумеешь стартовать, то приходится уже идти на защиту, на защитную стиль. Показывают на колоднике, на ладоннике. Это тоже по правилам должно быть. Не до пальцев. Пальцы должны быть видны. Только ладонь должна быть перекрыта. Вот, все правильно, да. Егор Ермолаев, главный судья, для Леон Вани дает добро. Вот, но это защитная, тоже от мозоли. Крупп тоже было. С медицинской точки зрения, со стороны здоровья, все. Мы думаем, что правильно. Ну, спортсмен, все, выходят. Счет 1-0. Венгер Пал ведет эту схватку. Видимо, мозоли, да, все-таки? Да, ну, очень больно бывает. Очень больно бывает. Очень больно бывает, да. Тут тоже надо вот такая подготовка, характер. Судьи хотят дать сразу поражение. Ну, слишком долго, да, видимо, затянулось поединок. Сейчас спортсмен желает. Со счетом 2-0 выигрывает венгер Пал. Янус Пал. Колоритный такой. Ну, видно, что все спортсмены из Венгрии, из силовых видов спорта, да, они у всех. Видимо, хорошая подготовка по пауэрлифтингу, может, тяжелой атлетике, да? Да, по силовым видам спорта. Да, силовые виды, экстремальные виды спорта. В общем, из этой стихии тоже все ребята. Даже по, скажем, татуировкам, это, наверное, можно заметить, что ребята часто ходят, наверное, в майках, в футболках, да? И выступают на различных соревнованиях, такие все колоритные. И таким образом Янус Пал делает заявку на призовое место до 75 килограммов. Да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, потом продолжим. Ну, выступил, конечно, уже в старте вот здесь, да? И на старте уже он... На пилог этот не смог он? Да, старт и дальше уже хотел удержать, но не смог. Не дал этой возможности Шадиев. Глуббек Шадиев. Глуббек Шадиев. Синий угол, шафат, красный угол. Шадиев, да. Вот еще вот этот... 2-0. Да, еще 2-0. Верная победа спортсмена из Таджикистана. И Шадиев идет дальше. И далее египтянин, Мохаммед, Халет, Махмуд и туркменистанец Бегенш-Раджепа выйдут на помост. Хотя здесь, да, в начале старт вроде проиграл Шадиев, но в итоге выиграл. Не дал этой возможности сопернику. Ждем следующую схватку. Египтянин, Мохаммед Халет, а также спортсмена из Туркменистана Бегенш-Раджепов. Да, Бегенш-Раджепов. Туркменистан. Да, и Раджепов забирает первую палку. Счет 1-0. Счет 1-1, да? Счет 1-1 оказывается. Ну да, на нескольких помостах просто проводят, да. Сейчас уже все они свободны. Последние поединки, утренние части нашей программы, чемпионата мира. Это получается, что одну победу одержал египтянин. Счет 1-1. Счет 1-1. Тренера дают ценные указания прямо. Судья требует центра. Напряженная такая... Предупреждение первая, да? Предупреждение первая. 1-1 дают. Вот тут не дает судье поставить палку на центр. Ну, на очень напряжение такое, да, большое сейчас. 1-1. 1-1, да. Выигравший идет дальше. Выигравший еще выбывает. Вы слышите, уважаемые зрители, голоса к тренеру. Опа! Халидин Ади атакует. И врывает побед. Халидин Ади, египтянин, выигрывает решающий раунд и становится победителем поединка. И будет вороться за бронзовую медаль дальше. Тепло приветствует соперника. Повторяю видим. Халидин Ади резко так со старта урывает палку. Ураджепова. И тем самым заявляет свою претензию к бронзовой награде. Это группа Б, которые сражаются за бронзовую медаль. Чемпионат 4-го чемпионата мира в городе Якутске. Мы идем на обеденный перерыв. Да, мы сейчас прерываемся на обеденный перерыв. И начнем уже после обеда полуфиналы, финалы. Ну и предварительные поединки в абсолютном весе. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok